Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Андрея Грини, и сегодня у меня на канале новиночка. Ну как новиночка, её уже успели снять все, кому не лень, но Грини, как обычно, слоупок, да. Поэтому до Timberborn я добрался только сейчас. Да, у нас бобры, ребята, и мы начинаем новую игру. Начинаем мы с захвостов мира, потому что вот эти товарищи нам просто банально не открыты, пока я ещё не наиграл достаточного количества времени. Да я вообще, в общем-то, и не играл. Ну, будем с вами учиться по ходу дела. Хвосты мира дружелюбные и работящие. Это опытные фермеры, они уважают природу, а та дарит им обильные урожаи. Их девиз уют, урожай и усердие. И ещё они любят древо души жрать, скорее всего. Так, значит, по карте, ребят. Ну, давайте выберем то, что нам рекомендуют для первого прохождения. Я думаю, что это нам подойдёт оптимально. Ну и, естественно, нормальный уровень сложности. Опять-таки, потому что это у нас самое первое прохождение. Итак, мы с вами начинаем, ребята. Я не обещаю какого-то глобального прохождения, хотя всё зависит от вас. Если будут просмотры, то будет и прохождение. Назовём наше поселение Green Bobber Town и приступаем. Я, на самом деле, даже обучение ещё не прошёл, поэтому буду тупить, и вы можете надо мной постебаться. Рады вас видеть. Данное обучение поможет вам разобраться с основами строительства бобрового поселения. Любому поселению требуются брёвны, однако рубить деревья способны лишь дровосеки. Разместите два флага дровосеков рядом с деревьями неподалёку. Так, значит, где у нас тут флаги дровосеков? Вот у нас флаги дровосеков, а вот у нас деревья неподалёку. Давайте мы разместим, собственно говоря, здесь где-нибудь вот эти вот два флага. Флаги нельзя строить за пределами радиуса строительства районного центра. Выделите районный центр, чтобы узнать его радиус. Ну, в принципе, всё логично. Его можно увеличить, построив больше дорог. Давайте, милые бобрики, всё это дело быстренько. Вот, слушайте, в этой игре они прям реально милые. А в римчике я их просто ненавижу лютой ненавистью. Постройки, у которых есть вход, нужно соединять с районным центром дорогами. Учтите, что радиус действия районных центров ограничен. Строите дороги, чтобы соединить флаги дровосеков с районными центрами. Выберите районный центр, чтобы узнать радиус. Ну, понятно. Короче, значит, вот у нас дороги. Тут у нас, как я понимаю, куча всего, что ещё не открыто. И что мы потом сможем в технологиях изучить. Да, бобриные технологии, бобриные университеты и т.д. и т.п. Значит, давайте мы построим пока вот так вот дороги. Дровосеки начнут работать, только получив от вас распоряжение использовать инструмент для рубки деревьев. Так, ну, логично предположить, что это где-то вот. Где-то здесь. Как я понимаю, если я выделю всё, то они будут рубить ещё и вот эти вот маленькие деревца. К сожалению, увы, ях. Прогресс роста 3%. Ну, давайте для пробы мы маленькое дерево сейчас рубанём. И если они его зарубят, то мы не будем их дальше выделять. Бобрики, уважаемые, вперёд. Без воды бобры не выживут. Постройте насос, чтобы обеспечить поселение постоянным источником питьевой воды. Не забудьте соединить его с районным центром. Тут, как я понимаю, будут какие-то засухи, будет ещё что-то такое вот вредоносное. И, в общем-то, вода здесь используется, ну, для питья, понятно, а также для строительства колёсиев. Ну, я, по крайней мере, слышал такое, что здесь механическая энергия существует. И, соответственно, можно строить всякие колёса для её передачи. Вот здесь, по-моему, да? Так, что у нас? Водяное колесо, да, здесь имеется. Значит, насос. Насос, логично, что он ставится где-то на берегу, как я понимаю. Давайте мы его поставим вот здесь вот. И в него у нас будет с вами упираться дорога. Так, кстати, а что у нас тут? По поводу деревьев-то вырубили вот это маленькое дерево или не вырубили? Ну, пока... Ой, слушайте, какой малышарик-то. Смотрите, смотрите, какой классный. И так прикольно разговаривает. Замечательно. И нихрена не работает, только жрёт и пьёт. Вот. Ну, понятно, дети цветы жизни на могилах наших родителей. Как-то так. Так, короче, собираем вот эту построечку. С каждого этого дерева, как я понимаю, выпадают два бревна, да, и сосновая смола. Меня больше всего интересует, будут они рубить вот это маленькое дерево или не будут? Слушай, по ходу дела они его не рубят. Обратите внимание, то есть, они говорят, что всё. Типа, всё зарубили, всё заколбатили. Ну, давайте ещё эксперимент проведём. Вот эти вот ещё маленькие тоже выделим. Не, они их не рубят. То есть, можно спокойно выделять вот так вот всю эту зону к чёртовой бабушке под вырубку. И они тогда будут рубить здесь только готовые деревья. Интересно, а можно их принудительно как-то заставить срубить неготовое дерево? Отлично, значит, насос мы построили. Для жизни бобрам нужна не только вода, но и еда. Постройте флаг, собирайте неподалёку от кустов черники. Собиратели автоматически начнут собирать ягоды в радиусе действия флага. Выделите флаг, чтобы увидеть его радиус действия. Вот у нас, как я понимаю, значит, здесь кусты черники. Но мы особо далеко-то не можем строиться, да? То есть, нам надо провести сюда куда-то дорогу. Слушай, а если мы дорогу построим, то у нас радиус увеличится, как я понимаю, да? Вот, допустим, если мы вот так вот сделаем, у нас увеличивается радиус или не увеличивается? Да, слушай, прям замечательно, всё как надо. Значит, мы тогда построим... Так, пища, пища, пища. Подожди, вот у нас флаг собирателей. В любом случае, я куст черники вот этот сносить не буду, поэтому давайте мы сейчас с вами вот так вот дорожку проведём. Отлично, то, что нужно, то, что доктор прописал. Блин, что за дурацкое выражение? Я уже пытаюсь от него как-то избавиться от этого, то, что доктор прописал, и всё никак не получается. Так, значит, с этим разобрались. Поселению необходим стабильный источник продуктов питания. Постройте фермерский дом, чтобы заниматься сельским хозяйством. Ясно, ясно, спасибо. Значит, фермерский дом, я видел, что вот он. Даёт работу фермерам, которые сажают семена и собирают урожай. Давайте мы его построим вот здесь вот, и вокруг, соответственно, у нас будет с вами ферма. Значит, вот здесь вот у нас будет этот домик, а здесь, наверное, будет ферма. Хотя вот здесь вот у нас засушливая земля. Вроде бы её можно будет как-то потом проапать. Не-не-не, не надо ничего отключать. А то я... Я тупенький, я не смогу. Самостоятельно тут совсем разобраться. Так, захрючили. Захрючили прямо на земле. Бедняги, слушайте, а когда мы им домики будем строить? Чисто интересно. Что ещё тут интересного можно сделать? Ну, во-первых, давайте мы продлим вот здесь вот дорожки немножечко. И сюда мы, наверное, сможем... Да, вот резервуар. Ну, давайте всё по очереди. Я просто вижу, что здесь есть хранение 15 единиц воды. Но это, как я понимаю, у нас хранится прямо вот здесь вот в помпе. Резервуары нужны для хранения воды на случай засухи. Ну, я так предполагаю. Я честно скажу, я ни у кого не смотрел данную игру, прохождение. То есть я просто видел... Ну, как? Серьёзно не смотрел, не слушал. Я просто заглянул, одним глазом посмотрел там у пары авторов. Ну, одним глазом это на протяжении там, я не знаю, пары минут. Я не люблю смотреть летсплеи, если честно. Очень редко их смотрю. Опять все захрючили, и домик опять у нас нихренашеньки не готов. Домик фермера. Давайте, достраивайте. Отлично. Значит, мы закончили. Фермеры начнут работать, только получив распоряжение о том, что и где необходимо посадить. Так, ну, нас предупреждают, что тут только на орошаемой земле можно всё сажать. И говорят, что нам надо 70 единиц морковки посадить. Давайте мы посадим. То, что нас просят. Так, 20 единиц. Ещё 16. Так, слушайте, а у нас тут места-то хватит вообще? Нет. 62. Здесь какое-то дерево выросло непонятное. Ну, давай, давай вот так вот, короче, посадим. Даже чуть больше 70. У всех ваших постройок есть внутреннее хранилище, но они быстро переполняются. Постройте кучу брёвен для хранения брёвен, небольшой резервуар для хранения воды, небольшой склад для ягод и других ресурсов. Так, ну, насчёт брёвен, как мне кажется, подожди, а где у нас склады? Вот, человек-склад снова в деле. Можно хранить только на земле, точнее, строить. Давайте вот здесь вот построим, рядом с производством дерева. Значит, это будет у нас склад под брёвна. Небольшой склад, он у нас будет стоять где-то вот здесь, наверное. Подожди. Сначала давайте сделаем, попробуем сделать здесь дорожку. Отлично. Дорожечка вошла, и теперь можно здесь разместить небольшой складчанский. Кстати, как я понимаю, здесь можно склад на склад ставить и складом погонять. Да, вот видите, вот так вот можно делать, но об этом чуть-чуть позже, и возможно, что это неправда. Так, и небольшие резервуары. Причём три штуки меня просят сделать. Кстати, я думаю, что надо вообще больше делать резервуаров, но давайте сделаем то, что нас просят. Три штуки. И сейчас наши бобры вот отсюда вот всё перетаскают сюда. Кстати, как я понимаю, перетаскиванием у нас занимаются ребята, которые вот здесь вот у нас обозначены. Вот, да, двое работники. То есть, именно они занимаются перетаскиванием между складами. Ну, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. Один резервуар у нас готов. Осталось ещё два. Нравится мне здесь графика, на самом деле. Такая приятная, довольно-таки. Игра, напомню, находится в раннем доступе. То есть, на самом деле, не все технологии ещё добавлены. Не все возможности, не все механики. То есть, игра будет ещё развиваться. Это очень здорово. То есть, в принципе, в этой игре есть всё, что лично я люблю в такого рода играх. Так, чё, подожди, а чё с тобой не так? Пить хочет. Вот не мог сначала поспать. Да. Короче, я понял. Его зовут Балбес, потому что он не мог сначала поспать, а потом уже... В смысле, попить, а потом лечь спать. Ну и да, ребят, так как здесь можно бобриков наших переименовывать, если будут какие-то действительно выдающиеся комментарии такие... Ну, не то, что будет описано, выдающиеся комментарии. А коммент какой-нибудь ржачный или ещё что-нибудь. Или очень полезный. То будем переименовывать каких-нибудь бобров в честь вас. Ну, что там со последним резервуаром-то? Брёвен ещё 10 штук надо, а брёвен у нас нету. Что, может быть, ещё одну лесопилку поставить? Хотя, слушайте, а есть здесь возможность посмотреть, сколько у нас занято бобров? А сколько у нас бобров свободно? Потому что здесь у нас показывают только дети и взрослые. То есть, нету какого-то списка бобриков. К сожалению. Или можно посмотреть. Ну-ка, сина, 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 сина. Открытое сообщество, железные зубы. Так. Эстетика, восторг, радость, знания. Короче, ребят, не вижу я здесь ничего по поводу именно там вот трудоустройства, к сожалению. Увы и ах. Ну, значит, будем без трудоустройства играть. А можно им какие-нибудь железные зубы дать, к примеру, чтобы они быстрее рубили деревья? А то нам реально брёвен не хватает. Так, значит, сколько нам здесь? А, так подожди, всё, всё запустили. А я-то что-то жду вообще непонятного. Дома бобры чувствует себя лучше, а популяция хвостов мира растёт. Постройте достаточно хаток, чтобы у каждого бобра был дом. Бобры не станут размножаться, если для потомства не будет достаточно места. Ясно, понятно, спасибо. Значит, что у нас тут по хаткам? У хаток есть два вида. Есть обычная хижина, есть отражение. То есть это просто расположение двери. Ну, давайте мы сделаем сначала вот обычные хатки, вот так вот, три. И сделаем отражение. Вот так вот, ещё три. Сюда поставим, естественно, дорогу. И здесь, да, здесь, соответственно, можно будет строить поверху. То есть сверху вот этих вот зданий можно будет построить ещё здания. Но для этого надо будет открыть определённые технологии. Так, давайте-ка мы приоритет поставим. Вот так вот. По одному домику будем строить. Потому что иначе они будут таскать во все дома одновременно. И, соответственно, ни один дом толком-то и не построят. Потому что 12 брёвен надо на каждую вот эту вот бобровую хатку. Ни хрена себе, на самом деле. Я всегда бобровые хатки как-то представлял немножечко по-другому. У меня полречки загажена этими деятелями. А здесь, вон, смотрите, прям всё аккуратненько, всё симпатичненько. Это больше на улей будет похоже. Особенно, если построить в несколько этажей. Первая хатка готова. Давайте мы теперь повысим приоритет на следующей хатке. Так, без места жительства 8 человек. Эээ, человек. 8 бобров. А нам нужно 6 хаток. То бишь, это будет на 12... Подожди, 6 на 3. На 18 бобров. И, соответственно, они смогут размножаться. То есть, они не хотят приносить на этот свет потомство, если у этого потомства заранее не будет какого-то места жительства. Ну, в принципе, может быть и здравый, конечно, подход. Но, да. И, смотрите, у нас морковочка поспела. То есть, у нас на складе, обратите внимание, появилась ещё и морковка. То есть, она у нас созрела. А здесь сколько у нас бобров? Двое бобров у нас здесь работают. Вот. И всё, начали у нас добывать морковочку. От голода не помрём. А здесь, кстати, здесь у нас, между прочим, переполняется время от времени вот эти вот резервуары. Имеет смысл сделать либо больше резервуар по размеру, но его мы не можем сделать, потому что его надо исследовать. А мы ещё даже не начали вообще, в принципе, вырабатывать науку. Либо сделать ещё вот таких вот резервуаров, что я, скорее всего, потом и сделаю, после того, как мы закончим вот с вот этими домиками. Блин, все деревья заколбасили. Нам надо как можно быстрее выходить в науку. И там вроде бы есть лесничество или что-то типа того. Вот, собственно говоря, делать это самое лесничество и заниматься посадками деревьев. Итак, шестая хатка у нас готова. Микрорайон бомжей и бобров у нас появился. Готов. Что дальше? Вы можете использовать очки науки, вот, наконец-то, чтобы открыть ещё больше, более продвинутые строения. Время от времени изобретатель будет приносить вам очки науки. Так, постройте изобретателя. Мне кажется, что нам надо построить даже не одного изобретателя. Но для начала давайте хотя бы одного сделаем. Так, пожалуйста, и дорожку. Я специально сейчас строю так вот часто, потому что не вижу особого смысла терять свободное пространство, потому что здесь украшения вроде бы, я не знаю, есть тут украшения или нет, что-то тут, конечно, есть. Вот, есть украшения, да? Ну ладно, если что-то будет неудачно, мы всегда можем перестроить, да? О, свет зажёг. Смотрите, ночью здесь зажигается свет в окошках. Прикольно, прикольно. Интересно, освещение на территории вообще города сделать можно какое-то или нет? Отлично, значит, мы сделали вот этого изобретателя, и у нас по три единицы науки будут давать нам каждые три часа игрового времени. Теперь мы можем производить новые ресурсы. Однако некоторым постройкам для этого требуется... Так, что это такое? Ваши бобры невероятно счастливы. Вы достигли рекордного благополучия. Пять единиц, да? Так. Ням-ням-ням-ням-ням. Отлично. Там 11 надо для того, чтобы открыть новый сценарий, как я понимаю. Слушайте, а может быть, можно как-то вот ускориться здесь? Может быть, сделать ещё одно такое здание? Или всё-таки не стоит нарушать как бы того, что от нас хотят? Нам говорят, что надо сделать водяное колесо. Ну, окей. Давайте мы сделаем тогда водяное колесо. То, что от нас просит. Вот оно, водяное колесо. Вау. По ходу дела его можно к чему-то будет подключать. Это весьма интересно. Так, а если мы поставили... Вот, они строят, да? Я просто боялся, что если мы поставим без дороги, будут ли они строить. 50 брёвен нам надо на него. И где я их буду брать, я хрен его знает. В принципе, смотрите. Здесь у нас есть ещё один лесок. Давайте, наверное, мы сюда тоже проведём с вами дорогу. Вот так вот, да? И поставим сюда ещё один пост добычи. Вырубим этот лес к фигеням собачьим. Если у нас, конечно, есть свободные бобры. Так. Можем мы вот это всё дело на вырубку пустить? Ну, надеюсь, что можем. Приоритет, пожалуйста, только максимальный поставьте, чтобы вот эту штуку закончили как можно быстрее. Ну и теперь какой-то из бобров должен пойти всё это... А, уже пошёл. Молодец. Интересно, а смолу они добывают самостоятельно или же они её... Ну, как бы вот... Я не знаю вообще, зачем она нужна. Её как бы нигде не отражают мне, как какие-то товары. Но она здесь вроде как есть. И куда-то она, видимо, используется. Так вот, добывается ли она сейчас вместе с деревом? Или её надо добывать как-то отдельно? Да и вообще, зачем она нужна, можете тоже мне об этом написать. Такая информация мне вполне себе пригодится. Ребята, у нас появилось ещё два маленьких бобрика. Вот я, кстати, не знаю, сколько тут сейчас тринадцать бобров всего. Да, вместимость домов у нас восемнадцать. То есть, надеюсь, что нам этого хватит для того, чтобы нормально так пополнить запас наших бобров. Рабочей силы. Силы для двигателя... Силы для двигателя прогресса. Ну, короче, вы меня поняли. Вот, отлично, значит, колесо мы запустили, ребят. Пришло время начать производство досок. Постройте лесозавод и присоедините его к водяному колесу. При помощи валов. Многие страны могут передавать энергию соседним постройкам, если они расположены вплотную. Так, значит, что у нас там по поводу лесозавода? Значит, мы можем поставить его как-то вот так, наверное. Нормально же поставили? Вроде бы да. И я надеюсь, что... Я правильно понял, как это работает. Потому что я этого и не видел, и сам не делал. Короче, сделаем вот так вот. Вот, и сюда нам нужна будет дорога. Ну, давайте пока вот так вот подведем. И вот так вот давай тоже проведем. Можно, кстати, расширить вот здесь вот производство еды. Надеюсь, что этого, ну, как бы... Бобров, которые там работают, хватит на то, чтобы все эти поля обслужить. Короче, вот так вот. Вперед, Арбайтен строим. Еще немного, еще чуть-чуть, еще парочка бревен. Надеюсь, что сегодня мы успеем закончить. Да, ребят, мы успели закончить, но вал еще не готов. А вал сейчас нам сделают, да? Или не, не успели сделать. К сожалению, все свалили спатеньки. Да, судя по тому, что... А, свет еще не зажегся, они просто тусят рядом с домом. У них, типа, я не знаю, вечерняя сиеста или что-то типа того. Бобриная вечерняя сиеста. Вот, зажегся свет, они пошли делать новых бобров. Кстати, очень эффективно делают. Уже четыре ребенка у нас есть. Четыре микробобрика. И наступил у нас день. Мы за... Да, слушайте, походу дело все верно. Все правильно я сделал. Все заработало. Необходимо найти стабильный источник бревен. Разблокируйте лесничество и построите его рядом с тем местом, где вы хотели бы посадить деревья. А как его разблокировать? Давайте посмотрим. Вот у нас лесничество. Лесничество невозможно открыть. Недостаточно очков науки. 60 очков науки. А у нас сейчас их 39 и по 3 очка в час нам добавляют. Слушайте, на самом деле, надо было сделать нам все-таки сразу два вот этих вот изобретателя. Давайте мы второй сейчас сделаем. Потому что, ну, по 3 очка в час я задолбаюсь ждать, как мне кажется. Слушай, а сколько... Нифига у нас бревен-то тут. Я думал, что у нас как-то поменьше их. Откуда их внезапно столько появилось? Так, тут у нас делаются доски. Так, и вот здесь вот они у нас отражаются. У нас уже две доски есть. В районе нет безработных бобров. Слушайте, ну мы можем одного бобра сейчас пока вот отсюда снять. Давайте на паузу это здание поставим и отправим его заниматься наукой. Это будет более правильно. А еще, знаете, что я хочу сделать? Давайте сделаем еще такой вот резервуар. А может быть даже, даже два. Ну вот так вот давай поставим еще один резервуар. Потому что мне кажется, что вода лишней не будет, а у нас, видите, переполнение идет. То есть вода пропадает, просто банально пропадает. Так, подождите, 3 дня до чего? 3 дня до засухи. Опаньки. Нежданчик. Так, а что будет, когда будет засуха? Вот в чем вопрос. Надеюсь, что ничего плохого с нами не случится. Но, как мне кажется, что резервуары я все-таки правильно решил сделать. Еще парочку. Спасут ли они отца русской демократии? Черт его знает. Итак, у нас есть 63 очка. Давайте мы сейчас разблокируем лесничество. Построим его вот здесь. Так, что тут нужно? Нужны 7 досок. У нас 6 есть уже. И 10 бревен. Я думаю, что с этим проблем у нас особых не будет. И тем временем резервуары у нас тоже появились. Здесь, как видите, то есть, да, резервуары, как я понимаю, соединяются нифига не трубами. То есть, тут кто-то все это переносит. Интересно, а можно какие-то трубы сделать или что-то типа того? Не вижу. Вижу. О, аросительная башня. Интересно. То есть, во время, скажем, засухи можно сделать так, чтобы все у нас продолжало расти, как я понимаю. Так, продолжить. Теперь вы можете сажать деревья. Выберите инструмент для посадки деревьев и кустов и посадите пару сосен. Деревья это тоже растения, поэтому их также необходимо поливать. Не забудьте пометить их для вырубки. Так, ну хорошо. Значит, что там у нас? 20 сосен надо посадить. Что у нас тут есть вообще? Черника, береза. Отличается все это скоростью роста и количеством ресурсов, которые с них падают. Да, то есть, вот здесь вот два бревна, сосновая смола и растет это 12. Да, клен растет 30 дней, но зато 8 бревен. То есть, на самом деле, если нужны бревна, то выгоднее, потому что, так, значит, в 4 раза больше 48. Такое же количество бревен из сосны будет расти 48 дней. Ну, окей, давайте, нас просят сделать сосновый лес. Давайте сделаем сосновый лес. Значит, это сосновый. И еще давайте сосновый лес. И еще давайте сосновый лес. А вот здесь вот мы еще до кучи посадим клен. Как-то, наверное, вот так вот мы сделаем. Так, главное, не на... Не в зоне, короче говоря, засухи. Значит, клен... Я не знаю, на это все, наверное, как я понимаю, будет тратиться вода. Я правильно понимаю? Может быть и неправильно. Теперь ваше поселение самостоятельно себя обеспечивает. Во всяком случае, пока здесь есть вода. Вы можете построить дамбу или несколько дополнительных резервуаров с водой, чтобы ваши бобры точно пережили засуху. Данное обучение познакомило... В смысле и все, что ли? Однако, играя самостоятельно, вы обнаружите еще много нового интересного. Удачи. Вот как обычно. У нас тут засуха через 2-2 дня. А мне говорят, что это все. Удачи, чувак. Мы тебя бросаем. Что-то я очкую, Славик. Так, досочки у нас делаются. Бревна у нас есть. Ну, теперь, значит, надо заниматься посадками древесины, естественно. И надо нам, в принципе, заниматься наукой, как я понимаю. Это самое важное. А еще неплохо было бы бобров побольше построить. Но для этого, короче, согласно плану, для этого нам надо кое-что еще изучить. Только после этого я смогу заняться постройкой бобровых хаток, короче. Слушай, во как они сажают. Я вот не знаю, говорю, уходит на это вода или не уходит. Черт его знает. Я вижу просто, что они сажают, а полива я как-то не наблюдаю. Просто главный вопрос состоит в чем? Если они их поливают, то, соответственно, нам может не хватить рабочей силы, да, с одного вот этого здания, если я сделаю прям очень большие посадки этих деревьев. То есть, имеет ли смысл делать большие посадки? Ну, наверняка имеет, конечно. Так, давайте каштаны, наверное, тоже сделаем, потому что тут вот требуют что-то ресурсы. Собрано каштаны три штуки. Давайте мы, наверное, каштаны здесь тоже посадим. Вот так вот, небольшую грядочку. И сосен еще посадим. Вот здесь вот. То есть, пока вот это все будет расти. Потому что растет это все медленно довольно. Хотя, вот смотрите, уже 12%. Так, что у нас здесь? 78 единиц у нас, да? 78 единиц науки. Давайте посмотрим, что у нас там по резервуарам. Так, избавляется от вод... В смысле избавляется от воды? Вы что, прикалываетесь? В смысле, как-то от нее избавляются? Не-не-не-не-не. Так, подожди. Маленький резервуар вмещает 30. Да, большой резервуар вмещает 300. Я думаю, что начнем мы с обеспечения себя водой. Нефиг, никуда торопиться. Главное, обеспечить себя большим количеством воды. И у нас наступает засуха, ребята. Блин, что-то я очкую прям совсем. Славик, это не кнопочка? Нажать сюда нельзя, да? Так ничего вроде бы не происходит. Ну, засуха и что? Не, все нормально. Все растет, все развивается. Все замечательно. Так, подожди, что не хватает? Для работы нужна энергия. А, ага, вода ушла. Энергии нету. До свидания. А, вот. То есть, все почахло. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, на третьей скорости вообще грустняк. А воды у нас 103 единицы. Хватит ли нам этого для того, чтобы пережить 2,7 дня? Ну, я думаю, что хватит. Потому что на начальном этапе-то никто нас не должен пытаться убить. Ну, я надеюсь. Значит, что мы можем здесь сейчас изучить? Ну, я думаю, что вот это нам пока не нужно. Значит, давайте мы изучим лестницы, во-первых. Хотелось бы. Во-вторых, давайте мы сделаем, наверное, может быть, еще один склад. Или что-то типа того. Нет. Вот что нам еще нужно. Нам нужна еще платформа. Для этого нам надо 100 единиц науки. А здесь морковочка, как я понимаю, все еще растет. То есть, я смотрю, они ее собирают благополучно. То есть, никуда она не пропала. Знаете что? Наука-двигатель прогресса. Наверное. Давайте сделаем еще третий такой же домик. Здесь же все равно ничего не тратится, кроме усилий одного отдельно взятого бобра. Дерево у нас с вами имеется. Так почему бы не сделать еще третью вот такую же штукенцию изобретателя. У нас будет колония бобров-изобретателей. Как-то так. Ну, ждать я. Я очень не люблю ждать. А так у нас каждые три часа будет девять единиц исследования приходить. Это же замечательно. Это замечательно. Может быть, даже десять. Может быть, еще одну построить. Куда нам, в конце концов... А почему бы нет, на самом деле? Потому что, смотрите, здесь, чтобы сделать обсерваторию... Чтобы сделать обсерваторию, надо тысячи единиц вот этого вот говна. Поэтому, чем больше мы с вами построим, мне кажется, тем лучше. Тем более, что, как я уже сказал, бревна у нас есть. Вот. Как-то наука пошла повеселее. Значительно повеселее. То есть, у нас уже почти сотка. Нам нужна сотка. Потому что все. Наши, короче, бобрики прямо настолько раздухарились, что забили собой уже абсолютно все дома. Нам надо делать новые. Что по поводу новых? Значит, я хочу сделать платформу. Во-первых, значит, платформа. Где у нас будет стоять? Вот здесь она у нас будет стоять. Да не только. Значит, давайте мы сделаем сейчас здесь платформы. И как-то, наверное, вот так вот мы с вами сделаем. А, что на платформу-то нужно? Я даже не посмотрел. Четыре доски! Дрить твою налево через коромысло. Что-то я переборщил, по-моему. И досок у нас, конечно же, новых не появляется. Потому что у нас нет воды. А вода у нас появится через 0-3 дня, ребят. О-о-о-о! А, ребят, у нас еда кончилась. Бобры голодают. Едритская сила. То есть, все-таки, короче, маловато я тут заготовил всего, да? Для того, чтобы пережить. И вода кончилась. И, короче, да. Прежде чем развиваться дальше и строить еще домики, я думаю, что нам надо все-таки заморочиться в первую очередь с едой и водой. Иначе мы отбросим копыта. Так, вода. Вода, вернись, пожалуйста. Ты где? Вода, ты где? Кстати, а вот здесь вот вода не уходила. Обратите. Нет, подожди, она уходила, да? Она уходила просто... Просто вот здесь вот она чуть-чуть осталась. То есть, здесь я еще построить не смогу. Нет, ну смогу, но боюсь, что это все затопит к фигням собачьим. Хотя, вроде как, есть система всяких плотин и прочего. Так что, может быть, может быть. О, водичка вернулась. Все замечательно. Ребята, наконец-то. Так, а что у нас тут по еде? Во, значит, собирайте, правильно, собирайте черничку. Хоть что-то у нас будет. Нет, вода у нас тоже поперла. И знаете что? Я предлагаю все-таки насос еще один поставить. А более мощный насос здесь есть. Механический насос. 700 лошадиных сил, да? А колесо дает 98 лошадиных сил. Всего-то навсего, блин. Ладно. Значит, нам надо открыть вот этот большой резервуар. И сделать так, чтобы больше проблем с водой. Ну, чтобы, короче, чтобы это больше не повторилось. Так, ты что, помираешь, что ли? Убита засухой. Бедняжки. И, короче, да, ребят, нам надо бы озаботиться едой. Пока эта морковка вырастет, мы кони двинем. Единственный вариант это вот сейчас черничка. Как я понимаю. Что у нас здесь? А, до сюда мы добежим, да? То есть насобираем. Чернички мы насобираем. Так, погоди, а вода-то? Вода? Вода где? Насоса не хватает, похоже. Все-таки давайте построим еще один насос. Видите, одного насоса не хватает. Чтобы хотя бы с водой проблем не было. Потому что, мне кажется, мы сейчас начнем терять первых бобров. Как у вас обстоят дела? Так, подожди, а есть понятие здоровья вообще? Ты еще не умираешь ведь? Нет? Вроде бы не умирает. Ладно. Ну что, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вы хотите продолжения по этой игре. Если вы хотите веселых бобров в исполнении Гриняуа, хотя бы там серии на 10, допустим, посмотреть, что мы тут успеем сделать, то, пожалуйста, обязательно пишите лайкосик и ставьте комментарий. Ну а с вами был Гриня, всего доброго, всем пока и отличного настроения. Да, и не забывайте отписываться от канала, да. Ну, это шутка была, если что. Пока-пока, ребята.